Здравствуйте! Я прошу прощения у своих подписчиков за то, что почти три недели не был в эфире, были очень сложные технические проблемы выйти в эфир, а потом, когда вроде бы как возможность появилась, были уже проблемы с ютюбом, самим ютюбом. Поэтому вот и это есть причина долгого моего молчания. За это время очень много всего случилось и в Армении. И я имею ввиду то, что было три недели назад. Опять много погибших наших ребят. Царствие им небесное. Ну и сейчас между Россией и Украиной тоже слишком напряженные отношения. Люди очень напряжены. И я все-таки решил выйти в эфир и показать то обещанное видео, которое я должен был прислать вам вслед за Сальвадором. То есть мою поездку в Гондурас. И поэтому я считаю, что нужно это делать хотя бы, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Да, возможно, не все меня поймут, скажут, тут такое, а ты вот там со своим Гондурасом. Но я вам скажу, иногда нужно подкидывать хоть какие-то веселые, какие-то хорошие вести, чтобы не было в головах людей только одни сплошные проблемы. И я думаю, что сейчас это будет к месту. Ну а о происходящем говорить, что тут скажешь? Я думаю, тут и без меня. Многие уже высказались, сказали. Сейчас, как вы понимаете, я нахожусь в России. И куда я не уехал, я наоборот приехал в Россию. Ну а видео, которое вы сейчас увидите из Гондураса, было записано задним числом. Приятного просмотра. Ну а на днях мы еще встретимся. И, возможно, поговорим о наболевшем. Субтитры создавал DimaTorzok Когда мои близкие узнали, что я в Гондурасе, стали меня расспрашивать. Не страшно? Как? Гондурас? Это же одна из криминальных стран мира. Так вот, отвечаю. Мне не страшно. Потому что я здесь в самом прямом смысле у Христа за пазухой. А посмотрите на эти виды. Это панорама Тегусигальпы. Вроде бы такие одноэтажные строения, но так красиво. И если Рим находится на семи холмах, то Тегусигальпа, наверное, расположена на сотне таких холмах. Отсюда сложно это заметить. Но если приглядеться, вы увидите, что каждая частичка, которая называется колониями, находится на определенных холмах. Особенно мне нравятся вот эти, которые освобождены от всяких разных строений. Еще раз вам я покажу Христа Спасителя. Вот что-то такое подобие Рио-де-Жанейро, но не совсем. Здесь Христос меньше. Ну и по деньгам стоит меньше. Всего 10... Господи, дай Бог памяти. Дай Бог памяти. Как же их деньги-то называются? Нет, Бог мне памяти не дает. Наверное, ему не нравится, что я снимаю. Ну, в общем, 10 местных денег. Вот как я только встал за спиной Христа, так он мне дал сразу память. Местные деньги называются Лемпира. Это в честь местного индейского вождя. Он давно уже жил, он давно уже мертв. Так вот, всего 10 лемпиров сюда вход. Ну, это нормально, потому что за парком нужно ухаживать. Это все приветствует. Приветствуется. Боже мой, я уже заговариваю. Что я хотел сказать. Знаете, правы все-таки бывалые, когда говорят, что не ту страну назвали Гондурасом. Ну, вот скажите мне, зачем Гондурасу аж 4 Армении на ее территории? Причем 2 из них одинакового названия. То есть, 2 Армении называются Армения Нуэва. Одна Армения просто Армения. А четвертая Армения Армения Бунито. Армения Нуэва находится в разных концах страны. Одна на юге, вторая на севере. Причем та, что на севере, ничем по красоте не отличается от той, что на юге. Та, что на юге, знаменита своими родниками. Та, что на севере, Карибским морем. Это курортное место. Такое местное Сочи, я бы даже сказал. Ла Сейба и Нуэба Армения. Так вот, здесь 4 Армении. Знаете, о чем подумал? Вот Армения, как птица феникс. Ее каждый раз уничтожают. И она снова и снова возрождается. Причем возрождается она порой даже осколками. И в разных частях страны. Ну, я вам вкратце расскажу, от чего здесь Армении. Вот я вам рассказал про Белиз. Я вам рассказал про Сальвадор. А почему здесь Армения и Аш-4? В принципе, по той же причине, что и в Белизе. Во время революции в Сальвадоре. Из города Армения в Сальвадоре бежали местные индийцы. Те самые пипили, о которых я говорил. Вы же помните, что местные католики-армяне из Венеции, мхитаристы, и их близкие светские родственники скрестились там с пипильками. И родились новые пипила-армяне. Ну, и дальше вообще армянский след закончился. Остались одни только пипилы и пипильки. Так вот, после революции эти все пипильки бежали в Гондурас, как и в Белиз. Ну, и в разных местах, естественно, им приходилось останавливаться, создавать новую жизнь. Кто-то остановился на юге Гондураса и назвал свое новое поселение Армения в честь той своей Сальвадорской Армении. Кто-то поселился на севере у Карибского моря, назвал также Армении в честь своей той Сальвадорской Армении. Причем не просто Армении, но ноэва Армения. То есть новая Армения, где они поселились. Ну, а некоторые из, значит, их родных поселились в других, значит, местах и просто назвали Армения и Армения Бон-Ито. То есть красавица Армения. Вот так, в принципе, и произошли эти все гондурасские Армении. Как вы понимаете, и, в принципе, на этом я уже на Гондурасе заканчиваю этот свой бьяхар по-испански, путешествие по Армениям, да. Я вам рассказал, о чего в Белизе Армения, откуда взялась Армения в Сальвадоре, откуда взялась Армения в Гондурасе. Кто не видел, можете перекрутить назад и посмотреть эти мои выпуски. Ну, и в прошлом году, конечно же, я побывал в Колумбии, где имеется самая большая из всех этих городов Армения. И также я рассказал, как возникла эта Армения в Колумбии. Так что можете заглянуть. Выпуск, по-моему, называется «Армения без армян. Колумбия». Ну, вот, впрочем, и все, и все вот эти вот Армении. Конечно же, как я и обещал, будет книга, куда войдут мои первые 40 стран по армянским следам. И более подробно о своих странствиях, о путешествиях, я расскажу уже в этой книге. И еще немаловажный такой аспект, на что хотелось бы тоже обратить внимание. Дело в том, что местное население Армения, Нуэва в Гондурасе, они очень гордятся армянским происхождением ряда своих кумиров. Например, Шер, например, Шарлем Азнавуром. Но кто-то из них, конечно, понимает, что это не они, это как раз-таки этнические армяне. То есть, как я в прошлом выпуске сказал, натур-продукт, да, органик. Но все равно они гордятся, ведь они же себя тоже называют армянами. И, соответственно, для них эти артисты, эти важные персоны, мировые известности, тоже армяне. Поэтому для них они, впрочем, родные. Ну, сами послушайте сейчас. Это очень интересно. Как, например, большой cantante Шарлем Азнавур, я знаю, что это Армения, также я знаю, что Шер, это Армения, потому что я знаю. Также я знаю, что это лечебник, который был в Аргентине, который называется Мартин Карадабахиан, я знаю, что это Армения. И также я знаю, что он имеет много историй, есть много архитектуры романа, в Армении, потому что христианцы тоже были в Армении. Кстати, судя по всему, здесь побывал тот самый знаменитый фейковый азербайджанский зодчий Керемли, который построил Кремль в Москве. Обратите внимание на эти зубья, ну, похоже на кремлевские. Ну, тоже крепость, чем не крепость. Смотрите, стены, агафа, огорожены, от тропинок, парк от тропинок. Вот такие вот стены, похожие на кремлевские, правда, меньшего размера, и такие же зубчики. Я так понимаю, либо сам Керемли, либо его, этот самый, отрок, если у него был таковой, побывал здесь, в Гондурасе, и построил вот эту стену. Правда, я не знаю, как тут называется, может, Каримо какой-нибудь. Но это не важно. Главное, что архитектор Керемли. Хотя, что я тут их вспомнил, вообще не в тему. Обратите внимание на корни этого дерева. Оно старше нас всех. Нас всех, всех, кто сейчас этот сюжет смотрит. Обалдеть. Дерево называется, кстати, Ла Саиба. Это священное дерево индейцев Центральной Америки. Оно священное и в Гондурасе, и в Сальвадоре, и в Гватемале. В Гондурасе, кстати, в честь этого дерева назван целый город. Кстати говоря, всего лишь в получасах езды от города Нояба Армения. Вы знаете, что я понял из своих путешествий по миру. Абсолютно не важно с какими лозунгами, от какой политической партии, какого политического движения приходят во власть люди. Вот абсолютно не важно. Важно с какими намерениями эти люди идут во власть. Вот во многих странах возглавляют государства президенты от самых разных движений. Ультраправых, ультралевых, центристы и так далее. И их любят. Некоторых любят, некоторых ненавидят. Где-то коммунистов любят, где-то их ненавидят. И наоборот, ультраправых любят и так же ненавидят. А где-то они приходят власти и делают все во благо народа. А к чему я это? Я к тому, что здесь в Гондурасе и в Сальвадоре во всяком случае как бы ни жили люди, кто-то бедно, кто-то богато, но тем не менее они очень уважают своего лидера, своих лидеров. И это очень важно. Они считают, что их новые президенты сделали достаточно для того, чтобы народ чувствовал себя лучше. Повысил зарплаты, пенсии. Вот, например, в Сальвадоре в 2019 году пришел во власть вообще такой фрик, я бы даже сказал. Туркменский президент даже отдыхает в сравнении с ним. Он молодой, 41 год, этнический палестинец, христианин. Пришел во власть из каких-то таких музыкальных кругов. Его фотографии в основном вот если погуглить, можно его увидеть не во фраке или в костюме каком-то, галстуке. Нет. А в кепочке, джинсах, порой даже рваных джинсах, в виде, как они называют, не клипмейкеры, а те, которые работают на дискотеках. Забыл их название, уже давно не бывал в ночных клубах. Диджей его, в качестве диджея его больше знали, этого президента. И в то же время он искоренил коррупцию в Сальвадоре. Он полностью уничтожил преступность, которая была в этой стране. Он уничтожил в политических структурах эту преступность и коррумпированность. многих посадил, многих казнили. Казнили в основном из уличной группировки, уличных сальвадорских банк. И то же самое нынче происходит здесь в Гондурасе. Вот говорят, Гондурас одна из самых опасных стран мира. Это так. Но в сравнении с тем, что было здесь три года назад и сейчас, я бы не назвал Гондурас одним из самых коррумпированных и самых опасных стран. Да, в сравнении с Сальвадором здесь пока еще не так хорошо в этом отношении, но дело двигается. И народ чувствует это. Вот поэтому я и сделал для себя такое заключение, что неважно из каких политических ячеек эти люди и вообще состояли ли они ранее в политике. Важно, что они делают, пока они находятся в этой самой политике. Ла Сейба, Ла Сейба, Ла Сейба. Вокруг Ла Сейба. Эти причудливые деревья. Кстати, какой вид отсюда на Тегусигальпу. Это я уже со стороны главного их храма. Здесь даже отдыхают люди. Ну и наверняка вам захочется узнать, сколько в этих странах проживает технических армян. Отвечу вам честно, не знаю. Дело в том, что и в Белизии, и в Гватемале, и в Сальвадоре, и в Гондурасе, во всех этих странах Центральной Америки последняя перепись проводилась в начале в начале миллениума. В самом начале 2000-го года. Это даже 1999-й год, где-то в 2000-м году. И в Сальвадоре было всего граждан, я имею в виду Сальвадора, этнических армян, было всего значит 12 человек. Ну, это наверняка либо две семьи, либо три семьи. Значит, в Гватемале 15 человек, в Белизии 5 человек, в Гондурасе здесь чуть поболее, 17 человек. Это все, что я знаю. Что стало с этими армянами, мне неизвестно. Со мной здесь никто не виделся, ни с кем из армян я здесь не встречался, ну, разве что только с армяно-индейцами и все. Но с этническими армянами, к сожалению, я не встречался. Ну, вот как есть. Ну, что, закончу, значит, мой репортаж из Гондураса и отправлюсь отсюда в следующую страну. Какую? Я пока промолчу. На этот раз будет та страна, где разговор будет не об Армении, а об армянах. Так что, ждите следующего выпуска. До скорого!